Как-то быстро все пролетело, поэтому даже не успел понять. Самое отвратительное время, да, хочется быстрее играть, все дела. Как вот мужчине понять, что он встретил ту самую женщину? Я сегодня утром прочитал, что Фуизулаева интересуется Бавария. Что-то то, что он храпит и пердит. Ну аишь, мы в Лужниках играли с Риалом, я играл 80 тысяч было. Люди хлопают, и там нет вот этого вот, вот такого вот траура. Нам давали там, типа, по 2 тысячи, 2-3 тысячи. Я как-то купил билеты в самолет, и нас в него не пустили. Про пою я вам частушки про российский наш футбол. Кто на газе русский греет, там вот сразу ходу. Всем привет, это Футбол Брат, и у нас появилась новая традиция. Кто угадал счет в предыдущем выпуске, счет матча в наших прогнозах, тот и начинает выпуск. Ты посмотри, что она натворит, а? Она в первую разницу угадала счет. Во-первых, во-первых, сплавила костью, спиздила все его слова. Да, понимаешь? И теперь она, я думаю, еще полгода будет унижать нас этой Баварии. Аферисточка, аферисточка. А ты поставил на Лейпциг 2-1 продумать? Да, я поставил 2-1 на Лейпциг. Ну что ты жалуешься тогда, я не понимаю? Это же хорошо. Да, два дня караоке и стриптиза помнят эти деньги. Хватило на два дня, это прекрасно. На два дня хватило, да. Как у вас с точными прогнозами? Рада вас приветствовать. Привет. Спасибо, что пришли. Привет, привет. А ты же не на вы, потому что он лысый. Он еще очень молодой. Честно, я вот со всеми на вы пока мне не скажут, давай на ты раз 10. И вот уже на 11 раз может быть ты. Давай, давай, давай на вы. Слушай, с точными прогнозами все максимально точно. Максимально точно. Я уверен, что сегодня будет топовая программа. О, тогда я рада, что вы здесь и все наши зрители тоже очень рады. Аплодисменты. Нет, все-таки давай на ты. Все-таки давай на ты, а то я чувствую себя лысым. Давай на ты, хорошо. Да, ну а я зовут Роман Нагучев, у меня не сбылся ни один прогноз. Вообще всем похуй, как я зовут. Аплодисменты Роману Нагучеву. А вот это, кстати, был точный прогноз. Да. А вот это был точный прогноз. И он работает каждую неделю, притом, ты знаешь, в отличие от других. Меня зовут Алина Габуева, я угадала точный прогноз, но поддерживаю Романа Нагучева. Спасибо за такое признание. Мы тебя поддерживаем. Клуб анонимных этих. Анонимных этих, кто угадал. Конечно, анонимных, кто угадал, кто не угадал. Анонимных, поэтому мы все дружно представились. Кстати, этот выпуск выходит при поддержке наших друзей из фона. И для вас у нас шикарный сюрприз. Дело в том, что теперь по волшебному слову «бро» вы можете получить от пят... Вернее, не от, извините. Это еще в будущем. Но пока до 15 тысяч бонусов. И это беспрецедентная акция от наших друзей. Все это без депозита. Получайте, зарабатывайте, кайфуйте и играйте в игру. Вернее. Ну что, друзья, в эти выходные, как нам всем известно, стартует РПЛ. И гостя мы позвали соответствующего. Человек, который готовится к возобновлению чемпионата больше, чем мы все вместе с вами взятые. Дорогие друзья, встречайте полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Абляков. Дорогие друзья, встречайте. Ну, Ваня уже абсолютно точно должна была не Алина представлять, а ты. Это же прямо в твоем стиле было. О, Бляяков! Это же прямо твоя тема. На русско-английском это что-то типа «О, гляньте, корова», да? Ну, нифига себе корова, как бы вот так вот. Ладно. Вань. Да. Готовишься сыграть за сборную в марте? Ну, как Георгиевич решит, если вызовет, то, конечно, буду рад. Это стандартный ответ. А что? А может, сам прийти? Если Георгиевич вызовет, он тоже сыграет. Ну, вот я не принесла, как ты сам позвонил. Не, ладно, за сборную подожди. Подожди, сборная еще не скоро. За сборную мы еще отдельно поговорим. Вань, ты скажи лучше, как прошли сборы? Отлично. Успел за Москвой соскучиться? Да нет, если честно, как-то быстро все пролетело, поэтому даже не успел понять, на сборах было или нет. То есть вот этот турецкий шведский стол, на тебя никак не подъездил. Просто, знаешь, шведский стол на поле был, там все было, и бега, и вот эти. Да? Да. Просто обычно футболисты говорят, сборы это самое тяжелое, самое отвратительное время, хочется быстрее играть, все дела. А у тебя быстро пролетели, это как? Не знаю, так получилось. Ну, всегда вот это, когда в отпуск ходишь, думаю, сейчас уже месяц пролетит быстро, и вот сборы начнутся. Но, слава богу, в этом году, кстати, и в прошлом так прошло, что я даже не заметил этого. Это, наверное, знаешь, когда на свадьбе Чалова гульнул, там где-то с четверга по воскресенье, в эту ночь вообще ничего не было. Нет, я не знаю, я набросил. Знаешь, некоторые игроки говорят, что у нас были там беспрецедентные сборы, даже там Федя Смолов поставил, что там это вторые по сложности сборов в истории. Ну, просто, наверное, тренер ЦСКА, видишь, он как в игре так готовит их к сезону, для них это прям вообще пролетает незаметно. Да нет, я чуть-чуть поговорил с Ваней перед съемками, он сказал, что были там моменты, когда не на блеватни, но прилично. Да, больше там, ну, ноги там умирали, на следующий день там ходить не можешь и на туалет садишь. Слушай, я когда в Турцию езжу, у меня нету сборов, у меня там раз в неделю точно блевать не происходит. Поэтому там такая еда, что это, значит, с сбором-то отношения никого не имеют. Нет, это у тебя то, что после этого, это сборы тебя. Да, у меня потом сборы меня после этого. А давайте лучше поговорим про свадьбу. Вот мне интересно, смотри, Алина из Северной Осетии, там свадьба на 900 человек, это скромная семейная посиделка. А Федя недавно женился, я женился давно, ровно, кстати, 10 лет назад. Юбилей! Поздравляю! А как это было у Чава? Погоди, а ты не обо всех просто говорил? Не, я просто развелся. Я праздную теперь каждый день разводов. Поэтому у меня это ежедневный праздник. Да нет, было классно, если честно. Впервые такое, мы вообще, эта идея зародилась, мы вместе были до сборов в Дубае, вот в этом же отеле. Я с женой и Федя, с будущей женой, так скажем, тогда еще. И просто обсуждали какой-то момент, и решили вот это сделать. Типа, давай здесь, они говорят. Вот это сделать, даже не хочет в стул произносить, что именно, да? Вот это сделать, говорит. Я просто, я почуваю. Это как бойцовский клуб. Это бойцовский клуб. Это нельзя называть. Ты был со своей женой там. Я был со своей будущей женой, и вы решили это сделать. Ну, они решили. Они все-таки, я думаю. Не? Ну, да, логично. Все, я понял. Не, просто ты разжевал, ты разжевал, да, что именно они пытались сделать. Иван, скажите, пожалуйста, вот нас смотрит обширная мужская аудитория, и вообще, как вот мужчине понять, что он встретил ту самую женщину? Как вы это поняли? Ничего себе. Представь, что, вот, давай, смотри, Иван, только на секундочку расслабься, и представь, что твоя эту передачу не смотрит. Говори, как есть. Хотя она здесь, она здесь. А ты просто на секунду представь, что не смотрит. И тогда она больше никогда не будет смотреть. Все, я уже вопрос забыл, давайте к следующему. Как понять, что вы встретили ту самую женщину? Вот многие мужчины не могут понять, стоит жениться, не стоит. Вот как понять, что ты встретил вот свою родственную другую? Многие не могут даже понять, стоило или не стоило. Ну, мы, например, просто долгое время общались, были друзьями, и потом эта дружба перетекла, так скажем, во что-то большее. Мне кажется, самый прекрасный вариант. Вы заметили, у нас уже вторая передача подряд похожа на программу «Давай поженимся». У нас поженихи, меня прекрасно. Это ты, потому что ведешь себя, как это... Роза, сини, давай, Лариса Гузнеева. Ты всем поженить хочешь только. Кого женить-то? Ну, потому что... Да никого тут некого женить. Вы всех женили. С этого места замуж часто уходят, насколько я знаю. За футболистом. Ну, да, да. Пока стопроцентное попадание, так я тебе скажу. Удачно я присела. Да, да, да. Готовь всех футболистов. Выбирай футболистов пока. Хорошо. Такое бывает здесь. Вань, мы хотели спросить, взял ли ты с собой Файзулаева, чтобы его посадить на вот это место. Но на самом деле я хотел спросить про другое. Я сегодня утром прочитал, что Файзулаевым интересуется Бавария? Сегодня... Так это же информация, по-моему, была еще... Я сегодня утром прочел это на одном из узбекских сайтов. Не спрашивай, зачем? В туалете засиделся, что ли? Не спрашивай, зачем? Засиделся в туалете, и вместо того, чтобы читать «Освежитель воздуха», ты читал какой-то сайт узбекский? Нет, ниже, ниже. А как обсуждают это внутри клуба? Да вообще, честно, так особо не обсуждали. Потому что это же информация была, когда отпуск, по-моему, был еще. Нет? Ты видел? Да, да, да. Но мы особо, честно, так не обсуждали. А, господи, обыграй сначала Уфу, да? Нет, вот если бы он уехал в Иварию, ты что попросил бы у него? Что он тебе из Германии, чтобы привез? Да не знаю, наверное... Говорит, чтобы он там играл, потом уже посмотрим. Понятно. Иван, а вы знаете, в какой день вы пришли? Вот в тот день, когда именно Кости нет. Потому что Костя – это ярый, большущий фанат, болельщик ЦСКА. Да, я знаю. Именно сегодня его нет, но ничего страшного, мы передадим привет теплый. Вот скажите, пожалуйста, вот поддержка болельщиков – это всегда вот хорошо, или иногда болельщики ведут себя как-то неуместно и неадекватно? Бывают какие-то такие случаи? Или поддержка болельщиков – это всегда мотивация? Ну это всегда хорошо, я считаю, когда ты играешь при полных трибунах, это другие эмоции. А вы знакомы с кем-то прям с ярым болельщиками? А вы знакомы с полными трибунами? Я, 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 да. Вы же играете, да? Я, 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 да. Ну максимально вот, знаешь, мы в Лужниках играли с Реалом, я играл 80 тысяч было. Ого! 70, да? Да, да. Ты не знаешь точно? Я не знаю точно. Я смотрел телевизор, я не всех посчитал. А я был на стадионе всякий на этом матче. А когда вот скандируют болельщики, это вот больше помогает или наоборот? А что скандируют, «Спартак» говно или что скандируют? Ну скандируют, когда поддерживают, поддерживают. Или когда имя выкрикивают. Когда с поддержкой, это помогает или наоборот? Да, помогает, на самом деле. Класс, класс. Это мотивирует, но иногда в моменте игры ты можешь этого не слышать, но иногда там остановка какая-то в игре, и когда болельщики начинают кричать, кричалки разные. То это классно. Это вот на заметку всем болельщикам. Винни Джонс говорил, что ему нравится, когда вот он идет подавать угловой, ему из первого ряда кричать, ты мразь из Уимблдона, все дела, ему нравится. Он говорит, значит, я не зря это делаю. Значит, они считают меня настолько сильным, что только так могут меня... Нет, он думает, что они его узнали. В какой-то момент, в какой-то момент, ну, это прочитали болельщики Уимблдона и стали так ему кричать. Своим. Да, да. Ваня, а если ругают? Вот хорошо, если хвалят. А если ругают, например, как к этому относится? У тебя нехорошо. А, видишь, когда ругают, не слышно. Ну, когда угловой, ну, кстати, такого не слышно. А знаешь, у меня как-то раз было, Роман, здрасте, я вам в Твиттере написал, что вы пидорас, извините меня, пожалуйста, можно сфотографировать? А у тебя было такое, что в футболе, у тебя встречает болельщик такой, Вань, там, прости, я там был неправ, когда... Не, не, не было. Ну, на самом деле, много хейтеров было, я в основном раньше, когда в первые мои годы в ЦСКА, там... Почему тебя не любили? Это же самая милота. Да, много людей, серьезно тебе говорю. А что самая жесткая продолжал? А тебя почему все не любят? Ты самая милота. Я не знаю, почему. Я не знаю, почему, честно. Вань, а что самое жесткое приходило? Ну, такое, что... Есть что вспомнить, прям, что приходит в голову? Нет, честно, нет. Ну, просто, что ты... Сын, там, Гончаренко и так далее. Сын Гончаренко? А это ругательство, я считаю, да. Это прям ругательство. Я просто подумал, что он заменил... Нет, ну, такое, как с таким жить-то. Я просто не могу плохие слова говорить, поэтому... Ну, там такого, прям, чтобы вспомнить, не могу, но... То есть, хороших слов там не было, там столько плохих, поэтому... Да, да, да. Не-не, ну, я представляю, что было. Алина, а где привет-то из-за от Кости? Вот сейчас как раз вот и хотела сказать, что Костя все равно не мог проигнорировать, конечно, приход игрока из любимой команды, и поэтому он записал несколько вопросов. Мы сейчас проверим, как он, вот как ярый фанат армейцев, как он может даже на расстоянии вас почувствовать. Я вам предлагаю отвечать на вопросы от Кости. Давайте начнем. Ваня, привет. Надеюсь, ты себя чувствуешь уютно в нашей студии. Жаль, что меня не оказалось сегодня рядом, потому что я нахожусь в городе, который покоряет Леонид Слуцкий. В связи с этим вопрос. Назови тренеров, с которыми тебе максимально комфортно работалось в своей карьере. И почему? Интересный вопрос. Да... Нет, давайте не будем... Сейчас, сейчас, сейчас. Там персональный фанат Костя просто. Да, да, да. Почти все. Он его отправил. Да, на самом деле со всеми, наверное, тренерами, тренерами комфортно работалось, но так как я вот попал первый раз в возрослую команду, это был Гончаренко, и, наверное, с ним такие самые памятные моменты связанные, он мне больше всего помог, потому что это было мое взросление, и вообще первый раз я попал в команду мастеров во взрослый футбол. Да, да, во взрослый футбол. Серега Кривохарченко когда ездил снимать фильм про тренера, и как раз ему достался Гончаренко, он вернулся через неделю или полторы и сказал, что он вообще перевернул свое представление о футболе, потому что сначала мы, ну, типа, мы как бы комментируем не футбол, а то, что думаем о футболе, а тут он понял, что вообще все вообще по-другому, что надо смотреть, иногда надо смотреть футбол глазами тренера или игроков. Что там было такого? Ну, какие-то, знаешь, мелочи, которые я никогда в своей футбольной карьере не применял. Он там, например, если мы, ну, в Уфе это редко было, выигрывали там с большим счетом, но это было в ЦСКА. Ну, типа, 1-0, да? Например, в играх там, когда я пришел в ЦСКА с Оренбургом, мы вот играли там 4-0 или 3-0 выигрывали, и там время было 75-я минута, и он говорил, ну, не делайте каких-то ускорений, спринтов, потому что там была Лига Европы, и там игры через 2 на 3 были, и тем самым, ну, ты даешь своему организму отдыхать, и вот такие какие-то мелочи помогали там. Когда ты на 90-минуте куда-то несешься, он говорит, ну, зачем спокойно, вот этого не нужно делать. Короче, Гончаренко твой любимый тренер, потому что периодически позволял играть не на полную. Иван, ну, я говорю, сынок, успокойся. А что тут, представляешь, тебе тренер говорит на 70-й минуте, вот, захотел поесть, подойди к бровке, поешь пиццу. А что, что, не спеши, не успеши, не успеши, что здесь плохого. У каждого свои желания. Нет, если ты хотел бы поесть желания, я бы тогда сказал хинкали поесть, а я международную пиццу сказал, видишь, ты говоришь. Иван, благодарим вас за ответ, и я думаю, что можно переходить уже к следующему, так что, внимание на экран. Да, твой ответ меня натолкнул на следующий вопрос. В какой стране ты бы хотел поиграть в футбол, ну, или куда бы хотел отправиться в путешествие? Да. Да. Какие-то разные вопросы. А поиграть в футбол, ну, виду, может, на пляже он имел? И путешествие, да, странно. Ну, я не знаю, ну, точно не в Китай, наверное, вот я бы не поехал. Понятно! Ни то, ни другое, да? Не путешествие? Ну, да, да. Ну, в футбол играть, не знаю, наверное, в Италию, куда-нибудь в Испанию поехал. Тебе ближе Испания и Италия, чем, например, Германия, Франция, например, как... Я понял. Точно не знаю, точно нет. Нет, Ватя, скажи, вот сейчас вот этот тренд идет, и, знаешь, все время там накачивает какая-то группа людей, что надо обязательно уехать. Если, допустим, у тебя не получится уехать, ты все равно, когда закончишь карьеру через 15 лет, ты все равно будешь говорить, что ты доволен, что ты играл в России и играл за ЦСКА? Да, да. То есть, тебе достаточно все здесь? Ну, конечно, прикольно уехать будет, посмотреть на свои силы, но если не получится, то значит, вот так. Здесь был Игорь Екенфеев, помнишь? Понятно, да, ты хочешь там перейти в Барселону, там мечта у кого-то, кто-то грезит. Я этим не грезил в жизни. У меня была мечта там играть за ЦСКА, играть в классных турнирах, классных там играх. Вот, у меня это все было. Игорь Екенфеев здесь был, он говорил, что я никогда не хотел играть в больших чемпионатах, потому что я с ЦСКА выиграл Еврокубки, я играл в Лиге Чемпионов и Лиге Европы каждый год. Ну, видишь, сейчас немножко ситуация поменялась, это то, что нет Еврокубков, если во главе стоит, что надо Еврокубки, то, может быть, да, а если достаточно, что там, условно, поднять там Кубок России или там выиграть чемпионат, то, ну, лишь бы поехать куда-то тоже, мне кажется, никакого смысла нет. Хорошо, а отдых, а где отдых твой самый любимый? На Мальдивах, наверное. Мальдивах. Прекрасный, прекрасный ответ на Мальдивах и рада, что вы были бы готовы всегда играть за Россию. Такой прекрасный футболист. А я вам предлагаю перейти к третьему заключительному вопросу. Твой ответ натолкнул меня на следующий вопрос. И, конечно же, он связан с развлечениями. Кого смотришь в интернете? Какие сериалы, какие фильмы? В общем, как отдыхает Иван Обликов? Как провести Костя... С какими сериалами провести Костя «Обратный путь в Москву»? Такой вопрос был. Так, ну и с последнего... Тяжело даже вспомнить, что мы смотрели-то. Слово пацана ты смотрел? Слово пацана, да, точно смотрел. Слово пацана? Да, да, конечно. Но это было, когда выходило. А вы когда все же потом в своих компаниях возвращались и в том, ну, что-то чушпан или там... Ну да, не, вначале это все говорили. Кто чушпан с СССР? Там всего 14 игроков в команде, поэтому... Да, не, сейчас уже побольше. Кирилл всех пришивал, да, наверное, на папке? Нет, я думаю, они всех назвали иностранцев чушпанами, потому что они все равно не понимают, что это такое. Ну, если Рошу назвать чушпан, что он поймет, что это такое? Ну, Мойзу поймет, кстати. Поймет, да? Он шарит за русский. Ну, он сейчас стал, кстати, лучше, ну, чуть-чуть понимает, на самом деле. Выучил русский ради слова пацана? Да, чтобы посмотреть фильм. Ему там на всех на пальцах, ну, словами русскими. Мойзу нормальный, прям самый такой. Вань, давай перейдем к старту РПЛ. Мы ждали, комментировали нехотя, очень-очень грустно комментировали матчи всех европейских чемпионатов, но, наконец-то, российская премьер-лига возвращается. И теперь матчем Краснодар-Рубин я, наконец-то, перезапущу свою карьеру комментатором. Ты комментируешь Краснодар-Рубин? Да. Вот почему ты так грустно все комментировал. Это не из-за того, что ты такой грустный. Нет, не поэт. Понял. Мне не очень нравился матч Байер-Бавария, но Краснодар-Рубин все исправит. Вот, поэтому мы приготовили специальный одухотворяющий ролик к возвращению. Давайте посмотрим. Зенит самый четкий там попадал. Самый такой стереотипный был «Спартак», почему-то всегда. Да, это «ЦСКА». Я тоже хотел спросить. «ЦСКА» с камерой вот так стояло. Да. Я думал, там будет где-то видео, где мы там где-нибудь валяемся. Почему это? Вы же в ничью играете, вы не валяете. Вы прямо это. В ничью играем. Нормально. Тебя расстраивает промежуточное место? Ну, конечно, оно не может не радовать. Что такое промежуточное место? Ну, вот промежуточное себя во своем место. Не может радовать. Я знаю, что думаешь, что я сказал. Не может радовать. Я говорю, не можешь не радовать. Не вылетели, и слава богу. Не борются за вызывание, и слава богу, да? Сколько там очков еще надо, чтобы не вылететь? Еще чуть-чуть. Иван, в футбол вы играете очень хорошо. Мы сейчас посмотрим, как вы поиграете в игры, которые мы для вас подготовили. Нельзя такой интонации говорить мужчине. Где стоит жена еще здесь, что ты поиграешь с ним в игры. Так, все. Не с ним, а с нами. Слушаем меня внимательно, значит. Сейчас будет игра. Игра для вас, Иван. И для вас, Федор. С вами можно как-то? Давай попробую еще что-то. Как можно-то что? Давай на ты. Сколько еще раз надо? Десять раз. Еще восемь раз осталось. Двое, которые не хотят палиться, начинают творить дичь. Вот такое. Ты не представляешь, я их достал сегодня. Ну и так, какую игру мы приготовили? Мы скрестили фотографии игроков. Скрестили они. Это моя самая ненавистая игра. Как смогли, так и вот ЦСКА и медиалиги. Вы будете играть вместе с Федором. Федь, забирай кнопку. А эта кнопка не нужна мне. Чтобы более опытных Тимура и Рому обожать. Но сейчас играете только вы. И как только вы угадываете, из каких игроков создан вот этот вот мега-чудо-человек, нажимайте на кнопочку. Все, прикольно. Всегда хотел поиграть. Погнали. Это очень тигры. Я никогда не могу угадать. Слушай, я когда кого-то скрещиваю, у меня всегда там образ или Хазбика, или какого-то там... Или Абдурозика. Да. Блин, я не понимаю, как это скрещено. Там некоторые были, я думал, это специально так. Нет, не специально, клянусь тебе. Я вообще думаю, что такой человек должен быть. А у меня знаешь, на какой кле? Мне кажется, такого я вчера вечером видел. Хуй его знает, с кем его там скрестили. Нет, просто знаешь, у меня тупняк на другой игре. Когда вот буквы вот так рассованы, я чувствую себя чуваком с дислексией. Знаешь, что это за знаки? Я вообще не понимаю. Нет, я вот скрещено их вообще не понимаю. Друзья, ну гость у нас хозяин. Гостью не терпится поиграть. Давай, Вань. А мы создаем идеальные условия. Поэтому... На, Вань, наиграй. О, заломотный. Так. А первый был. Говори. А вы одна команда. А, одна команда? А зачем вы сделали команду из меня и Ромы, которые не понимают в этой игре ничего? Короче, вы вообще что не играете? Грайте друг против друга. Посмотрим, что вы за Люд. А Тимур и Рома, да, вы... Друг за друга мы всегда. Более опытные, поэтому мы даем молодым дорогу. Вот одного из них я точно знаю, а второго нет. Ну, почему за петь за Люду здесь я буду... Да, один Прокоп. Ну, я... Нет, а Моизис... Какой Прокоп? Сразу понял? Нет. Это Прокоп и Моизис. А это Прокоп. А я думаю, что это... Смотрите, какая... Задача такая. Иван, вы угадываете игрока из ЦСКА. Не, наоборот, надо так интереснее будет, нет? Опять желание гостя закон, поэтому играем по вашим правилам. Давайте. Да, мне кажется, давай просто вместе все угадывайте. Давай, давай. Ну, это было легко, я сразу понял. А, окей. Я, кстати, Бирюков. Я не знаю Бирюкова, я Прокопа знаю. Окей, да, это... Я думаю, тут какие-то известные. Итак, два человека, кто там? Ура! Получилось, получилось. Блядь, на этой фотографии Моизис реально как дедушка Прокопа, да? Ну, они ровесники же, да? Типа... Ну, я думаю, плюс-минус. Да, а сколько тут у нас? 40? Да, это Костя Анисимова с кем-то скрестили. С кем скрестили Костю Анисимова? Это Костя Анисимов просто. Ну, вот, из медиалиги это этот, как его, лакер, нет? Нет, мне кажется, нет. Я подумал, что это Герман, но это... Герман Зикичано. Ну, нет, я уже, одного я догадался. Это Абазбек, да? Да, Абазбек, да. Абазбек, да. Абазбек, на этой сазу я просто думал про то, что... С кем его, да, там засадили? Ну, а вот второй, вот он очень смешной, очень забавный. Не, ну... А с какой командой? Это Фил Воронин, что ли? Да-а-а! Фил, да-а-а! Ну, такое! Сложно, это было бы невозможно. Брат, нет, сложно, хотя бы я знаю. Да-а-а! На этой... Ну, понятно, да, все понятно, да? Это после зимних сборов все-таки ни с кем его не скречивали. Это Дивеев, который смотрит на яркую лампу. А мне... Ну, понятно, что Дивеев и Азамат. Да. Мне кажется, здесь в первую очередь понятно было, что это Азамат. Браво! Молодцы! Так. Ну, ясно. Да, Фидос, конечно. А это Фидос с волосами. Где это? Это Фидос и Хазбик. Вот смотри. Ну, естественно. Так где вы Хазбика видите? Федя, ты был таким маленьким. Блин, мне кажется, кстати, я примерно таким и был. А я муж тоже таким красивым. Маленьким. Так. Ну, чуть-чуть нет формы глаз. Ладно, если это все, то давайте перейдем уже к... Чуть-чуть более серьезным вопросам. А мы даже ответим. Вань, ты родился и занимался футболом в деревне Вындин остров. Все верно. Просто... Прям деревня, Вань? Это Ленинградская область. Да. Сколько жителей? Ну, там тысяча, тысяча, тысяча где-то. Там, знаете, несколько поселений просто. Ну, вот моя деревня, это не прям село, где только деревянные дома. Там есть, например, две пятиэтажки, несколько трехэтажек, двухэтажек. А, это сити, да, у вас там так? Ну, такое, да, да, да. Типа того. Ну, просто, когда говоришь деревня, ты понимаешь, ну, под этим словом подразумевается, наверное, для вас что-то такое, ну, там просто село какое-то. Я сразу думаю о Вендиностров. Точно? Точно. Поэтому такая деревня, деревня-поселок. Городского типа. Да, тысячи жителей, да? Да. Ну, то есть это, грубо говоря, если тысячи жителей, это где-то 100 детей там должно быть приблизительно. Ну, да, школа есть, детский сад, поэтому. Ну, да, и сколько из них футбол играло? Как вы вообще набрали на команду народ? Что там за... Ну, как сказать, я играл просто там, ребята из разных возрастов, просто мы вечером там все вечером уходили, футбол играли. А потом, как ты попал вот в чуть-чуть более профессиональный футбол? Ну, вот потом мы просто с отцом, мы там решили поехать в Питер и с Дюшор-Зенит, приехали на просмотр и так меня... И ты жил потом в интернате? Нет, родители со мной переехали. А, прям переехали из деревни, переехали на город, ничего себе? Не с Меновски? Нет, нет, с Дюшор. Кутлерово? Да, да. Так я оттуда же. Поцелуй его в Лысину так давай. Я не шучу, я оттуда же. Да, серьезно? Да, да, да. Зяма, должны были сейчас обняться. А у вас должна быть общая татуировка. Есть у вас общая татуировка? Общая татуировка нет, 178-й автобус там ходит. Конечно. Да. Мы сейчас попали, знаешь, в какую-то другую вселенную. Все исчезло, и они только двое на черном фоне. Место встречи изменить нельзя, так когда встретились два резидента. А ты в какой школе учился? Слушай, ну я не учился в спортклассе. Спорткласс был в 93-й школе, а я учился в 93-й. Да, да, 93-й я учился сначала. Ну все, сейчас пойду, вынесите нам стопки, закуску, и мы засядем на часок. Я обещаю, когда здесь будет Саша Черников, мы на 40 лет здесь засядем, чтобы обсудить школу номер 2, в которой мы учились, в станице Выселки. Ну что, у нас вообще для гостей... Вот теперь кого точно тут не будет, Саша Черникова теперь. Спасибо. В Москве и так-то было, просто с отцом приехали на просмотр, меня взяли, и потом мы переехали в Питер с родителями. А «Зенит» был? «Зенит» был, я на сборы ездил. На сборы ездил, когда мне было до Уфы, получается, ну там, сколько, 17 лет мне было, зимние сборы. И летом потом просто я поехал в Уфу, и все. Просто у «Наир», например, с «Зенитом» не имел контактов до вот этого, до этой зимы. То есть он, несмотря на то, что он питерский, он вообще... А он и в этом году уже имел контактов. Ну он был вообще в «Локомотиве», я не знаю, как он оттуда выбрался. «Локомотив» в Санкт-Петербург? Да, «Локомотив» в Санкт-Петербург. А оттуда не выходит уже? Я не знаю, как его так получилось. И там я тоже был, кстати, после «Зенита». Ты преследуешь игроков ЦСКА? Вич, ты поэтому медиалигия, он это выбрал. Я к тому, что, а потом «Зенит» возвращался к тебе, они же вроде как держат все равно своих на карандаше, и потом и рано или поздно возвращаются. Это когда такое было? Они, кроме «Бразильца», кому возвращаются? Когда я в Уфе был. Когда я вот ЦСКА, наверное, переходил, тогда, может быть, какие-то разговоры были. Ну, а ты уже твердо решил, что типа «ЦСКА». Да. Окей. У кого-то из вас был вопрос. У меня есть вопрос, просто «Зенит» проебывает хронически своих воспитанников, да? Это у них продолжается годами, да. Да, Алина, да, что ты говорила? Ну что, уже скучно становится, я думаю, надо опять какое-то развлечение придумать, твою игру какую-то. Все согласны? И чтобы вы тоже не скучали, вы в этой еду... Ничего, что лучше, но так быстро, им надо время передохнуть чуть-чуть. Ну, нельзя так, нельзя. Нельзя так, и от игры к игре надо паузы какие-то делать. Переходить к следующим развлечениям. Тимур, а я готов? А, ну хорошо. Ну что, мы сейчас будем играть все вместе и что-то говорили. Тимур, у меня две кнопки, хочешь, одну дам тебе? Ну, давай. Одну я с Ваней. Сейчас на экранах. Морфеус этого шоу. Да. Но у меня две красные. Сейчас на экранах будут появляться фотографии, и ваша задача угадать, с какими футболистами они ассоциируются. Опять хрестили кого-то? Нет, просто это игра на ассоциации, немножко поработаем, так мозгами, в общем, пошевелим. А тут есть правильный ответ? Кто угадал, нажимает по кнопку, и за правильный ответ получает тысячу бонусов. Мне очень надо, моя команда прям нуждается. Есть правильный ответ, да. Моя команда прям нуждается уже в этих бонусах. Кого-то угадать надо, да? Ну, давай. Давайте, борьба здесь не шуточная. Так, собака с медведем. А что делает собака, может, обратим внимание? Не знаю, там второй части. Ну, не видно, что она делает с этим медведем, у медведя охуевшие глаза. Подожди, это так быстро меняются картинки. Это у нас пока идет вот на одного игрока, а с противный ряд. Так. Попробуем ответить на вопрос, что делала... А? Откуда игрок хотя бы? Вообще любой. Пока, давайте подумаем, что делает вот, что делает собака. Ну, спит собака, что она делает? Вот, собака спит, игрок у нас из Англии. Или прям вот назвать вам. Собака спит, поэтому игрок из Англии. А, ну, понятно. А как мы так не догадались, то сразу. Ладно, Тоттенхэм. Ага. Собака спит. Ну, понятно тогда. Сон. Сон. Сон, сон, сон. Сон. Все, верно. Подожди, а вторая фотка была при чем? Он спит там тоже. А вторая фотка, это сон был. То есть обязательно надо было показать бомжа спящего? А ты сразу... А я про Зидит старт думать, блядь. Кто там сидит и спящий бомж? Думаю, что вы, зачем так путать нас? Собака спит и бомж спит. Это один от Сигрок. Представляешь, редактор в 4 часа утра ищет картинки. Нашел только это. Так. Это у нас Ребус уже, это посложнее. Так, это Жо. Ребус, да. Австралия Опен. Да. И Феликс Эдмундыч. Какая-то Жопа, но с Австралией связана. Вот, как бы, вот в утверждении в твоем уже прозвучал, в принципе, ответ. Еще раз повтори, пожалуйста. Жо? Да. И дальше Жо. Да, тогда. Ну, как Жо-то. Иван, есть мысли какие-то? Уже вот нет. А почему Та? Нет, а почему Та Феликс Эдмундыч тогда при чем? А можешь еще раз, пожалуйста, просто повторить все, что ты зачитал еще раз? Австралия, ну, Жо, Австралия Опенна и Феликс Эдмундыч, что? Для правоохранительных органов, пожалуйста, повтори все это. Для правоохранительных органов, повтори все это. А-а-а. Что? Может быть, Жоау Зинья? Жоау только кто? Если это Дзержинский. Да, ну, говорите, да. Если это Феликс. Жоа Феликс. Ура! Какие вы умные! Умные! Все вы четкие, все вы четкие. Блин, точные. Сейчас я положу. Ладно, ну, двойки. Какой оттукой вообще пиздец. Не говори так, не говори так. Нет, это была разминка, это была разминка, все хорошо. Разминка вообще пиздец, да? Начинаем. Яго из Алладина швыряет мяч в задницу Евсееву, и дальше кто-то бьет по этому мячу. Это правильно я понял картинку? Да. Яго этого звали, да? Яго, яго, да. Ягодицы, ягодицы, да, ягодицы, там что-то сверло. Можно на английский перевести это слово. Какой-нибудь Ягодицын из электрона Тверь, да? Ром, ты же английский знаешь? Да. Слово Ягодицы переведи на английский. Он делает вид, что не знает, ну ладно. А-а-а, что-то. Что? Ну, ты очень помогаешь, конечно, но Яго Аспас. Яго Аспас. Нет, просто, просто мы очень умные, молодцы, мастер, а. Давай. Все, ты, конечно, не зря ведешь это слабое звено. Сложно, конечно. У меня же там вопросы как раз, да? Да, интеллект. Так, что тут у нас? Тысяча в банк тогда мы кладем. Да. Так, а-а-а, сейчас. А давай вот сейчас не подсказывать так прямо явно. Давай. Не знаю тогда. Так, это свадьба Чалова, вид сверху. А почему они все в черном на свадьбе? Это какие-то поминки там, а не свадьба. Смотри, они все в черном. Может, Рэскод такой был, знаешь, типа. Блэк Тай? Ну, смотрите, это... Не разговаривай с нами как с тупыми. Дорогие друзья, ну, смотрите, как называется вот это. Кто у нас тут такие, я не понимаю. Давайте, вот я вам, давайте просто начнем вот с вторую и третью. А с первой, я вам потом помогу, может быть, вы сами догады. Да. Вторая, уз. Дальше. Либо ножницы, ну что, как? А вот как вот это движение называется, если я раз... Чик, но узчик. Я знаю, что это. Лофт узчик. Да, да, да. Блин, Катя. Молодцы, молодцы. Ну, давайте перейдем к самому простому. Хоть вы и сейшком умный для этого, но самое простое сейчас. А мне нравится эта игра. Это капец. Да, мне нравится, только я не знаю ничего. К самому простому? Так. О, это ФК Электрон. Это какой-то РПЛ. Что? Да, все верно. Да. Зеленый. У нас оператор что-то смеется. Что ты ждешь от нас, Алина? Ну, смотри, что... Что нам делать? Зеленый бак, мусорный бак, зеленый, что? Мне было интересно, может быть, вы знаете, какой-то факт. Урна. А я как-то после матча Иран-Марокко катался в мусорном баке по Пантану. Причем тут Иран-Марокко, подожди ты, блядь. Это РПЛ, ты говоришь? Кто-то спрятался в мусорном баке. Это РПЛ? Да. Все, важно это было сейчас. Краснодар какой-нибудь? Во время съемок первого выпуска шоу «Прятки» телеканала СТС. А, Зюба, ну он спрятался. Да, да. Но он не в баке спрятался. Нажимайте на кнопку. Он спрятался же не в баке, он там где-то в какой-то гроб залез. АПЛОДИСМЕНТЫ Все, Алина. Все? Алина, смотри, я тебе что хочу сказать. Смотри. Хорошая игра. Сейчас февраль. До Нового года еще 10 месяцев. Поработать над конкурсами, тебе ни на одну елку не возьмут с такими задачами. Попроси, делай, загадки. Меня и так не берут, не приглашают. А представляешь, Алину пригласят вести свадьбу, и она никогда не закончится. Да. Они ни одного конкурса не выиграют. Конкурсы, конкурсы, конкурсы. Все пьяные, шарики. А людей так и не поженили. Ну да. Вань, давай поговорим снова про тебя. Сейчас пока Алина отдышится перед новой игрой, которую никто не поймет. И вот как выглядит. Короче, все же футболисты, они же выбирали себе ролевую модель, когда были маленькими. У кого-то были какие-то кумиры. Всегда. У тебя кто? Не было. Не было кумира? Да серьезно, чтобы какой-то один футболист там не было. То есть Федос нет, да? Да, был телевизор. Я не знаю, но мне просто нравился футбол, но я бы не сказал, вот он один футболистом какой-то, чтобы был, и все. Просто твое детство проходило как раз, когда таких можно было выбрать. Не знаю, Зидан, там Мальдини. А ты вообще сколько думаешь лет, Ваня? Не знаю, 27 лет. Ему 25 лет. 25, Мальдини уже не играет больше лет, чем... Мальдини в 2009-м закончил. Он начал, когда я не родился, а закончил, когда я комментировал уже. А сколько лет в 2009-м году было, Ваня? То есть ты хочешь, чтобы он в 8 лет уже следил за Мальдинием? Ну нет, нет. 11. 10. Не, ну я смотрел футбол, но часто я не скажу у кого-то игрока. Не было авторитетов. Ну да, даже вот если я вспомнить не могу, что это значит не было. Значит не было. Вообще пофиг. Ну потому что не сотвори себе кумира, человек вот сам стал. Реально смотрел футбол. А нет, ну ты же, не может же такое быть, Олен, чтобы человек не вышел во двор и такой, блин... Хорошо, Роман, а кто был твой кумир-комментатор, когда ты рос? Ну, Вася Уткин. Ну так чем такого иметь кумира, так лучше никакого не иметь, блядь. Что здесь такого-то? У меня другое, ладно? А я не согласен с тобой. Ну хорошо, это тоже похуй. А я согласен с тобой. Вань, скажи мне другое. Составь, пожалуйста, символическую сборную ЦСКА, с кем ты поиграл за это время. Я никого не знаю, у меня там нет друзей пока. Окей. Ну хорошо, если не хочешь всех 11, хотя бы по линиям составь. Вратаря понятно, с вратарем все понятно, с другим ты никогда не играешь. 11 друзей Облякова, шикарный сериал, давайте. Давай только не называй Акинфиева, придумай другого вратаря. Из фэнтези, ну вратарь из фэнтези. Тот, который победил Реал. Ну, представляешь, что я делаю. Я его недавно встретил на хлебзаводе. Кажется, он меня узнал, а я его нет. Он же играл за десятку весь прошлый сезон, конечно. Да, у медиалиги. Это кто? Жора Кырнс. А, как вратарь. Мы не дали даже мяч выбить. Ну да, он же там что-то на полторы минуты вышел там. Да, да. Ну давай, защитников давай. А фребельный мы заплатили? Их не было. Что, за победным Реалом? Типа, вот вам мяч? Или что? Ничего не было. Не было премиальных за победным Реалом? Нет. Капец. Я ему говорю, потому что давно переходи в зенит. Там премиальные, это за то, что ты просто выходишь на поле. Ты ведь даже выиграть не надо никого. Давай защитников начинаем. Ну окей, ну справа. Ну это все равно Марио будет. Фернандес. Марио Фернандес. Почти. Ну это не будем. Да, это не надо. Дальше Дивеев. Так. Так, Мойзес. То есть сейчас братья-братья сейчас сидят, плачут, да? А я с ними не играл. Никогда не играл с Игнашевичем? Это саберизоваться. Не, не, не играл. Братья Игнашевича. Братья Игнашевича. Снаменитые братья Игнашевича в ахуе такие. А второй не приходил, потому что. Один только приходил, второй просто не приходил. Сверли, Серега. Откуда он узнал? Итак, Витя Игнашевич сидит. Подожди. А Игнашевич, знаете, он работает, он в баре работает вместе с Третьевым. Смотри, он оговорился. Оговорился. С Ваней, с Ваней. Смотри, что вот эта пара. Так, Бозовская центральная защитник? Да, но мы какую схему, кстати, берем? 4-3-3. 4-3-3, да. Где бы ты хотел играть реально? Да. Все, давай. А десятку я там. Нет, еще один защитник нужен, еще один. Значит, ищем сейчас. Да, Мойзес и Баха Зайнудинов. Зайнудинов. Так. Баха Великий. Так, откуда теперь начинаем? Ну, опорники и два, ну там шесть и две восьмерки. Одна из них ты. Ладно, еще давай шестерку и восьмерку. Кто был бы твоей шестеркой? Блин, ну я хочу прям именно опорника выбрать, но мы... Нет таких, да? Кто вот там в отборе у нас прям... Давайте выберу и Дзага, Влашич и я. Кайф. Прекрасно. Зага. То есть вы играете всегда с ассетом 5-5. Ну, нормально, а что такое, чтобы вам не нравится. Так, и три нападающих давай теперь. Так, нападающий Чалов. Это девятка. Да, да. Слева... Слева Кучай, пускай будет слева. Ага, так команда уже 5-6 проигрывает. И справа Босс. Все-таки ты его взял в команду. Представляешь, человек полгода в команде и производит впечатление даже на своих партнеров. Это просто офигеть, с ума сойти. Это со знаком плюс или минус? Да, наоборот. Это... Я когда увидел его, я комментировал ЦСКА Ростов, я когда увидел, когда он вышел на замену, я думаю, ну вот мальчик выходит с такими тонкими ногами, такой легкий, все дела. Он делал вообще все, что хотел. Вообще все, что хотел. А чего он хотел-то непонятно было, да? Нет. Он даже перед голевой передачей на Чалова, когда 1-3 проигрывали, он сделал вот этот финт, который мы на тренировке не всегда получается сделать, знаешь, а он под давлением разворачивается и пяткой пасует на предголевую передачу. Это потрясающе. Потом он становится лучшим игроком матча Спартак-ЦСКА. Я его спрашиваю, Спартак-ЦСКА ты лучший игрок матча, все дела. Он говорит, ну да, я вот знаю, что это такое вот дерби вот есть. А знаешь, почему все? Потому что премиальной в конце нету. А. Ну что, друзья, мы послушаем. Просто, просто, расскажи, мы же о нем ничего не знаем. О нем знает только Узбекистан, я от него в восторге. А вот какой он вот внутри команды? Он скромный, спокойный? Да, да, вообще, ну спокойный, ничего. Может, он не все слова понимает по-русски? Да нет, все, все. Нормально? Да, да, вообще, в этом нет проблем. Он ест плов постоянно. Постоянно ест плов. На базу привозил пару раз, да. Настоящий успех. Ну он сказал, он же вот интервью у него вышло, я читал, он, он, не знаю, интервью вот у него вышло, я читал, и он сказал, что через друзей как-то заказывает знакомых, и вот готовит там чан пловы. Угу, вкусненько, вкусненько, потому что настоящий. Надо позвать Файзулаева сюда на студию. Да, можно сказать? Мне кажется, да. Прикинь, мы бы здесь вот делали бы, вот друзья тут плов делали бы, это же прикольно было бы. Слушай, я пришел, ты рассказываешь, мне прям хочется. Ну да, это да, это не только тебе хочется. Ну что, мы, мы, когда я рассказываю. А Вазбек, если ты смотришь это видео, приходи к нам, мы тебя ждем, и приводи текст. Не, может не приходить, приходи, пресса профи, плов пришли. А, ну, здесь будет. И передавай привет своему городу. Дорогие зрители, мы... Ура. Отбешались, давай. Ну это не игра будет, это будет розыгрыш для наших, розыгрыш для наших, дорогих зрителей. Мы услышали версию топовой команды от Ивана, спасибо вам большое. А вам я предлагаю в комментариях написать ваш топовый состав ЦСКА за последние 150 матчей Ивана. Сам Иван выберет самый интересный состав. А победитель получит вот такой вот крутой мерч. Это ЦСКА, брат. Ром, пожалуйста, подмонстрируй, покажи. Нет, он вот на Ване. А, вот такой вот. Вань, пока тебе не купил «Зенит», в твоей профессиональной карьере есть только два футбольных клуба, это Уфа и ЦСКА, и мы предлагаем тебе сыграть в топ-2. Давай сыграем. Я спрашиваю, ты даешь два варианта ответа. Погнали? Давай. Два любимых блюда. Ну, макароны уже два, их же много, макароны. Паста и... Плов фейзлайм. Паста и... и щетка. Нет, это и стейк такая будет. О, паста и стейк. Классно. Видишь, не щетка, Федь. Извините, пожалуйста, ошибся. Не угадал. Не угадал, это только твое любимое блюдо. Покажи зубы. Два лучших подарка для жены. Сумочка, наверное, и какое-то украшение. Какое ты последнее подарил? Браслет. Женщины поаплодировали отдельно. Хороший подарок, хороший. Вот после таких заявлений, вот после таких заявлений, сумочка и браслет, я потом в ночном клубе ни с кем познакомиться не могу. Все, все должны теперь дарить сумочку и браслет. Потому что я один цветок несу, и все, и мне говорят, ты пошел нахуй. А тебе говорят, после того, как ты подарил? Да, пошел нахуй. Тебе говорят, пошел нахуй. Бля. Просто надо было принести два. Да. Ну, а тогда я второй потом рисую, второй. Два главных события в твоей карьере. Тебе два. Победа над Реалом. И победа над Реалом. А игол Щенникова на Бернабел. И кубок выиграли. И кубок. Кайф. И? И две цели, которые ты поставил для себя в профессиональном футболе. Выиграть чемпионат России. Ну это в следующем году так. И потом уехать в Европу. АПЛОДИСМЕНТЫ Друзья, пока вы играли в эту удивительную игру, я вам еще одну игру придумала. Да ладно? Да. Она очень будет интересная. Санитары, заберите ее. Дайте мне еще одну, пожалуйста. А потом еще одну. Окей, окей. Иван, я уверена, что всех футболистов вы знаете в лицо. Поэтому следующая игра специально для вас. Сейчас на экране будет появляться силуэты известных футболистов в профиль. А вы должны будете угадать, кто это. Иван, хотите, давайте все сыграем. А кто первый угадает, нажимает кнопку. Игра для всех. Веселая, интересная игра от Алины. А эти футболисты откуда? Алина, можно я... Вообще любые, рандомно? Да. Можно я переспрошу? Нам покажут футболистов в профиль? Да, но при этом надо хорошо знать их в лицо. Да. Ну это же моя игра, поэтому вот как-то так, да. Все супер, я готов играть. А вы уже на ты. О, смотри. Ну это, а кто первый? Я первый нажал. Головин. А ты вообще до фотки нажал? Да, Головин. Ты что прикололишься так нечестно? Так, все, на скамейку запасли. Все. Филипп, ты знал? Что? Конечно, конечно. Так, это кто? Роналду, нет? Да. Браво, молодец. Я был первый. Не работайте. Я был первый. Нет. Давай, кто назовет этот футболист, Филипп Киркоров. Зюба. Зюба. А можно я 29 минут не называкиваю? Почему? Так же, стоп. О, это Фидос. Это я, да. Да. Нет, это там Баппе. Килиан. Это я. Это я. Это Семирон. А у меня такая картинка была в учебнике в грибеологии, да? После стига цифалов сразу. Ой, это Неймар. Это кто-то из слова пацана. Да, да. Я бы сказал, что это... Это Яралаш, не забудь. Неймар, Неймар. Неймар, да. А я, кстати, понимаю, что это крутили. Пока ты, кстати, не сказал, я бы... Я не подумал. Ну, такое, обычное лицо. О. Кенфеев. Фидос, а? Тимур, не будешь нажимать? Я не понимаю вообще это ничего. Кто это, кто это, кто это? Это какой-то Лазарев. Кто-то из Северной Осетии, наверное, не знаю. Бахват Эдейв. Я знаю. Вы думаете, я только осетинам так радуюсь? Да кто это, кто это, кто это? Я не буду нажимать. Давайте кто из зала знает. Ты знаешь, кто это? Да. А почему не будешь нажимать? Кто из зала узнал, может быть? Это, наверное, спартаковец какой-то. Он поэтому не хочет нажимать. О, прикинь. А красную кнопку тыкнет. Кто-нибудь из зала узнал? Это ты, Иван. Это Иван Аблетов. Да и мне этого не стали. Блин, у тебя на силуэте как будто как у Элвиса Пресли вот эта штука. А тут поскромнее. Да, да. Было время. Давайте теперь поговорим о другой загадке. Как называлась команда в деревне Виндиностров? Фортуна. Она до сих пор так называется. Серьезно? То есть Фортуна в деревне Виндиностров? Она была только у тебя, походу. Потому что ты... Не зря отец создал команду. Поэтому... Поэтому я всегда играл в основе. Фортуна из Дюссельдорфа. Фортуна из Ситарда. И Фортуна из КамАЗа теперь еще есть. Вот. И Фортуна в Виндиностров. Да. А кто-нибудь еще оттуда заиграл в футбол? Хоть как-то? Ну, из деревни моей. Ну, вот из твоего детства. Например, нет. Чтобы знакомых какие-то нет. Нет, да? Нет, нет. Ну, а хорошо. А вот когда, допустим, матч идет с твоим участием, вся деревня собирается у экрана? Да нет, нет. Ну, не вся. Ну, многие смотрят реально. Там бабушки иногда говорят молодец. Да? Смотрим на тебя. А ты туда приезжаешь иногда? Да, конечно. Там рейтинг. До сих пор, да. Обалдеть. Молодец. Молодец. Но из-за того, что ты вот играл, у нас огород неполитый остался. Да. Ну, раз уж мы заговорили о населенных пунктах, у меня есть еще одна. Игра на реакцию. Она вам честно понравится. Вот это вам понравится? Я тебе говорил, давай возьмем какую-то пожилую ведущую. Слушайте. Не надо такую молодую, мне налили слишком много кофе. Я точно не успеваю даже думать. Я три чашки кофе выпила, поэтому... Тимур в конце программы и сушится. Далее Зулаева, понимаешь? А я просто... Мне хочется... Невозможно. Вывезет. Топ-3 пожилых ведущих от Тимура. Да, пожалуйста. Пожалуйста. У меня Шилова. Как ее звали? Алла Шатилова. Анна Шатилова. Анна Шатилова. Да. Потом кто вел этот спокойный ночи Балыши? Анна Шатилова на самом первом времени? А Веденеева. Веденеева. Красивая женщина, красивая. Она и сейчас шикарная. Ну, и Гузеева Лариса. Хуй с ним. Чтобы точно давай поженимся здесь было. Да, да, да. Так, смотрите. Чем быстрее, тем лучше. Я называю... Не сказал бы. Не сказал бы. Алин, хорошенько подумай об этом. Игра моя, правила мои. Чем быстрее, тем лучше. Я называю населенный пункт, а вы быстро называете команду, которая оттуда. Иванова. Шиксильщик. А без этого вообще? Ну, хотите, не нажимай. Как будем делать? Давай, реши, это твоя игра. Ну, что, ну, как хочешь, так и делай-то, ну, не знаю. Офигеть. Ну, хочешь, не нажимай. Давай, не надо нажимать. А я говорю с самого начала. Они сначала на вы друг друга называли, чтобы никто ничего не заподозрил. А теперь они будут даже... Заскнись, заскнись, заскнись. Зачем так давать-то, а? Кошмар. Заскнись, у меня жена смотрит. Ижевск. Зенит. Точно. Ижевск, нет? Молодец. Зенит, а не звезда? Да, не надо. Мы играли в турки с парамет назад, наверное. Астрахань. Болгария. Да. Давайте увеличивать скорость. Курск. Авангард. Омск. Я нажимаю, Ваня... А кто первый, тот первый, все. Игра такая. Ну, что, да. Таганрог. Да. Таганрог. Почти. Форте, форте, форте. Бобрусь. Класс. Вау, Бобрусь. Давай. Бобрусь, это же Геростоп там, да? Вот давай, подожди, стой. Бобрусь, это Беларусь, да? Да. Знаю команды с Бобруська. Ты почему-то знаешь из всех деревень германской команды. У меня с Бобруськом, у меня с Бобруськом только остался этот вот этот медведь, который, вспомните, вы в Йемене. Я как-то обожрался пивом бобров. Все, закончили с этой игрой, так. Где брал? Струя Бобра, знаешь, мой друг привез. Знаешь, есть струя Бобра. Струя Бобра. Ты не знаешь, что это? Ну, давай, руси, вопрос. Смотрите, здесь Бобруськое ударение, правильно? Белшина есть? Белшина. 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 Жодина. О, это торпеда. Да. Торпеда. Фалмер. Фалмер. Что? Фалмер, да. Фалмер – это режиссер. Это есть в Англии. В Англии такой населенный пункт есть. Где? В Англии есть такой населенный пункт. Фалмер? Откуда ты знаешь? А, МЮ. Манчестер Юнайтед Фалмер, да, знаменитая команда? А, Фалмер, если ты уверен, что Фалмер Юнайтед. Так, давайте я назову, да, Брайтон энд Хоуф Альбион. Серьезно? Они не из Брайтона, а из Фалмера? И сейчас в Брайтоне сидит такой, суки, идиоты, Ана, это же очень легко. Бергамо. Аталанта. Я только ресторан мы знаем там. Памплона. Асасуна? Е-е-е, Виго. Шельта. Шельта! Да. Если ты говоришь громко, это не значит, что правильно. Подожди, как ты говорил, как ты говорил? А, похуй. Я вот тоже, Росток, 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 Росток. Росток, Ганза. Правильно. Спасибо. Так, давайте, Гильзенкирхен. Запрещено немецкие названия говорить здесь. Шальке. Это с немецким произношением запрещено, а вот так просто Гильзенкирхен можно. Брюссель, правильно, правильно. Спасибо. Брюссель. На лице Бельгии? Брюге, да. На тебе, на Эль. Да, да, Брюге. Брюге или нет? А? Брюги? Ты что, ты серьезно? Что? Брюги из Брюсселя? Брюги, это город. Брюги из Брюсселя. У меня такая безобразная лыщина, мне прям все глаза ослепило. Просто ослепило все глаза мне. Он вообще очень близко приблизился ко мне. Брюги из Брюсселя? Блядь! Ленинградец из Москвы. Все в порядке. Брюги, это мое любимое место. Это мой любимый пивной паб в Владикавказе, так что Брюги, если хочешь, Брюги правильно ответил. Мы идем дальше. Правильный ответ это Брюги, правильно, да. Что? Льех. Это моя игра. Они стандарт? Да, стандарт. Град. Стандарт Лешну. Град, штурм. Правильно. Разград. Я был Град. Лудогорец. Разград, слишком у меня. Лудогорец. Правильно. Познань. Лех. Сплит. Вайду. Ол ин. А прикиньте, сейчас сидят люди, которые вообще не в теме футбола, они думают, что они включили какой-то канал, где просто на другом языке люди разговаривают. Познань. Лех. Сплит. Вот вам следующее. Пльзень. Пльзень. Это чемпиа. Правильно. Берн. Берн. Столица Швейцарии. Это, да. Цюрих. Это вот Брюги Брюсселя. Это в Туржестве. Это туда же. Да, да, да. Все, все, все. Берн. Слушайте, моя команда напоминает название какой-нибудь, не знаю, музыкальной группы. Гроссхопперс. Янг Боис. Янг Боис. Да, точно. Все, я вверх. Молодцы. Спасибо, что сыграли со мной в эту игру. Спасибо. Для меня жарко стало. Ой. Прости, Господи. Я устал. Устал быть ведущим. Представляю, каково их кости. Немножко новостей. В Бразилии журналистка обвинила маскота команды Интернациональ, это в Порту-Алегри, в домогательствах. По словам, во время матча маскот показывал ей непристойные жесты, а также обнял ее и поцеловал в конце игры. Я слышала звук поцелуя, сказал журналистка, и почувствовала его пот. Пот маскота. Напомню, что маскот это плюшевая гигантская кукла. Я пойду до конца, чтобы ни одна женщина через такое не прошла. Чтобы не услышала звук поцелуя. Внимание, вопрос. Как это, вот сейчас появится фото, могло кого-то изнасиловать? Маленький негодяй, посмотрите на него. Подожди, а как она почувствовала поцелуй вообще? Чем он ее поцеловал? Звук говорит поцелуя. Я думаю, он поцеловал ее глазом. Слишком большие выразительные. Да, это, конечно, уже загранили. Но я вообще не удивлен, что... А покажи, а есть фотографии вот этой красотки? Мура, посмотрим. Неплохо, да. Вот. Давайте лучше вот о чем поговорим. Вообще... Слушай, а так выглядит вообще, знаешь, это фото антисекса какого-то такого. Что, маскот ты имеешь в виду? Вот это тетя, которой хотели поцеловать. Хорошая тетя. Она должна была залезть в этого маскота сама целиком. Маскота? Маскота. А ты ее даже съебаться не смог, бедная. Иван, скажи, пожалуйста, вот ты помнишь, на что ты потратил свою первую зарплату? Самую первую. Вот эти три рубля, куда ты потратил. Вообще, вот первые заработанные деньги. На Макдональдс, наверное. Вкусненько, вкусненько. А сколько это было денег? Не, знаете, как... Не, подожди, а вообще где была твоя первая зарплата? Вот в дешёре, знаете, там, когда вот лучшие игроки некоторые, там, мы, тренер выбирал лучших игроков, и нам давали там, типа, по две тысячи, две-три тысячи. А я угадал, три тысячи, понял? Тысяча рублей, первая зарплата была? Ну, это не так же даже... Ну, это не зарплата, это премия, как сказать. Как поощрение. Да, как поощрение. Я вообще ничего не получал лет до 18. А сейчас ты что получаешь? Сейчас я тоже ничего. Это тоже не деньги, имей в виду, Рома, это слезы. Не, просто, просто, как бы, я не помню, на что я потратил первые деньги, но мне кажется, что на Макдональдс это потрясающе, это что-то такое. Ну, мне было летом 10-12. Потому что, как бы, вот, Макдак для людей, которые родились в провинции, как, например, я или Ваня, это что-то такое вожделенное. Да, да. Вот, они не знают, о чем я говорю. Потому что я первый раз Макдак попробовал в 20 лет. Да ладно? Да. В смысле, да ладно? А я еще позже. А, нет, я тоже, типа, так. Иван, Иван, ну, уже годы пролетели, а тебе уже не 10 лет, вот такой у меня вопрос будет. Какая была самая дорогая покупка в твоей жизни? Квартира, наверное. Классно. Ты молодой парень, у тебя уже есть квартира. Это классно. Классно. Молодец. Ну, а сейчас, дорогие наши зрители, мы объявляем конкурс, разыгрываем два билета на матч Фанбет Кубка России. ЦСКА Ростов. Напишите в комментариях, какая самая дорогая покупка была у вас, но в итоге оказалась самой бессмысленной. За самую интересную историю мы вручим этот крутой подарок. Пишите, мы будем ждать ваших историй. Это был я, готов написать первый комментарий. Я как-то купил билеты в самолет, и нас в него не пустили. Почему не пустили? Из-за собаки. А на собаку тоже надо было покупать билеты? Нет, не совсем так. Там были места для собаки, которые выдавали, вот пока вы стоите в очереди, они могли закончиться. Мы приехали одними из первых, стояли шестыми или седьмыми, оказалось, собак в самолете могло быть только пять. А вы что, на собачий рейс приехали, что ли? Нет. Вы на выставку собак идти? Нет, подождите, они когда продавали билеты, они же должны были об этом подумать. Это собачьи рейсы были мы подумать, но мы не собачьи овербукинги, я правильно понимаю? Овердогинг. Ваня, у тебя есть какая дома? Овердогинг. Дома животное комик есть? Нет, нет. Ну, у жены родителей есть собака, наверное, в Питере. Это какой породы? Там... У меня есть хорошая собака, хочешь забрать у меня? У меня есть французский бульдог, он меня так заебал, я буду его хорошенько. Ты чего? Ты бесердечный, какой французский бульдог? Забери. Тимур. Нет. Тимур, топ-3 вещи, которые на тебя заебал французский бульдог. Да. Топ-3, то что... Даже я не включусь на то, что он храпит и пердит. Это ладно, это еще с носа. Кстати, у него были такие же жалобы. Да. Поэтому мы хотим избавиться друг от друга. Давай сыграем с тобой в Или-Или. Я даю два варианта, ты выбираешь один. Давай. Москва или Питер? Москва. Вино с сыром или пиво с рыбой? Вода. Вау. Серьезно? Боится, боится, что сидит, кто смотрит программу. Валентина сейчас сидит, вот так что он сейчас назовет. Я сейчас его устрою. Не, ну если из этих выбирать... А, я тоже не предлагал. Тогда пиво с рыбой. Валентиныч, слава богу, хорошего игрока тренирую. Потому что он тоже пиво с рыбой. Конечно. Валентиныч, великий. Поесть перед сном или похудеть к лету? Поесть перед сном. Ну кто не любит, кто не любит? Наши ребята здесь. ЦСКА или сборная России? Не знаю, тут нет ответа, мне кажется. Бери его. Согласен. Аякс, Амстердам? Что Аякс, Амстердам? Я бы так ответил. Аякс или Амстердам? И то, и то. Хорошо, ЦСКА или сборная России, понятно, и то, и то. Чалов или Заболотный? Очень сложный вопрос. Ну, Чалов. Чал. Книга или фильм? Фильм. С женой в ресторан или с друзьями в баню? С женой в ресторан, конечно. Ты а при кем ему сказал бы, ну это ответ был по смертным такой, знаешь, ответ? Или он так, с друзьями в баню. Денис Глушаков однажды сюда придет, и я знаю ответ. Заказать, заказать еду или приготовить самому? Ну если лично для меня, то самому. Самому, да? Блин, не, наверное, нет. Не, Лея, что-то не кайф, да? Да нет, да, что-то не то. Да нет, ну заказать, наверное. Кайф заказать, я вообще. А Кенфеев или Федотов? Ну, Блин, Дедович не поставит, если его не выберу. А как же вот это, тренеры меняются, легенды остаются. А Кенфеев на всю жизнь, да, остался в ЦСКА? Ладно, ладно. Отдых в деревне или на Мальдивах? А Мальдивы что, не деревня? Ни одного высокого дома там нет. Кстати, да. Поэтому давай, конкретизируй вопрос. Отдых в деревне на Мальдивах, да или нет? Да. Да. То есть бороться за чемпионство в РПЛ или за выживание в Англии? За чемпионство в РПЛ. Вот. И все. Вань, смотри. Короче, у нас здесь есть Алина, которая очень хорошо поет. Да, кстати, ее зовут Алина, если что. Это я. Да, да. Но мы выяснили, что твоя мама пела в хоре. Да. И приучала тебя к какой-то самодеятельности такой. Ты же наверняка пел Чистушки. Я сейчас пойду прийти. Да, да, я выступал вот так на сцене, Чистушки допел. В детстве было такое. Что вы ржете? Я говорю, я сейчас пойду приду, потому что петь я не умею, поэтому я сейчас буду сейчас лечить. А ты сможешь вспомнить Чистушка или что-то такое? Нет, Чистушка. Почему это? Не знаю. Вот такое в памяти не откладывается. Я просто хотел предложить тебе попеть Чистушки про РПЛ. Вот. У тебя же все равно нет времени ходить в караоке. Хотя бы попробовать. Ну, вот. А Алина может тебе подпеть. Да. Она может делать у-у-у. Вот это, да? Да. Я буду делать у-у-у. А если хочешь, я буду все с тобой петь, чтобы ты не стеснялся. А ты можешь вообще и не петь. А я и не умею. Вот. Сейчас будут появляться... Потому что Чистушки я тоже не умею петь и никогда не пью. Потому что она осетинка. Представьте, осетинские Чистушки. Я очень хотел бы посмотреть. Вот. Итак, давайте начнем. Чистушки от Ивана Облякова. Погнали. Друзья, поддерживайте нас. Пожалуйста. Это мы. Спасибо. А, давайте представим. Значит, выступает ансамбль, песни и пляски. Нет, нет, нет. Давай, вот прям торжественная обстановка. Все. Тишина. Начинайте. Алина Бабкина, Иван Кадышев, ансамбль, русская песня. Ты можешь торжественным голосом это сказать? Ты ведущая, Алин. Мы тебя взяли сюда на зарплату. Из торжественного только... Та-да-да-дам. Та-да-да-дам. Хорошо. У нее черное платье нельзя торжественно. Так выступает. Выступает ансамбль, русская песня и русская пляска. Для вас поют Алина Бабкина, Иван Кадышев. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 За болот нынял, да я думал, не случилось, чтобы напасть, Да утро случилось по штангам, никогда не мог попасть. Браво, браво. Вы пропели, да, и вроде как шутка. А если бы я это сказал в программе «Итоги», со мной бы все 15 клубов не разговаривали после этого. Хоть что-нибудь из этого, да, вообще? Хоть что-нибудь, любой клуб. Иван, спасибо большое, спасибо. Спасибо, это было классно, что они постеснялись, спели. Ну что, а у нас еще один розыгрыш. А я думал, что ты уже утомилась наконец-то. Не, не утомилась, я разошлась. Напишите в комментариях. Алина всего лишь угадала счет матча Лейпциг-Бавария, и дальше вообще что на чего? Я на адреналине уже, все. Я здесь теперь в своей тарелке, я теперь все могу. Только я, когда Алина каждый раз объявляет розыгрыш, я каждый раз жду, что Валдес Пельч зайдет. Каждый раз, мне кажется, сейчас он должен зайти. Типа Федос, тебя наебали, здесь нет ни одной камеры, и все это постаново в обратную сторону. Друзья, устроим еще один розыгрыш. Напишите в комментариях частушку о любой команде РПЛ или о судьях, например. А победитель получит футболку ЦСКА с автографом Ивана Облякова, которого подпишут прямо сейчас. Вань, тебе придется лично... Нет, на номере, наверное, да? Там нет номера. Вот. Нет, так, 8 926. А, этот, этот придется... Вот, давайте... Давай, не, возьмите это лучше со мной вот так вот, да. Давай как-нибудь я... Вот так вот. Давай как-нибудь ты натянешь, Рому. Как-нибудь, да, как-нибудь я могу. Класс! Иван Обляков, ЦСКА! Постарайтесь, друзья! А я напоминаю, что наш выпуск... Наш выпуск выходит при поддержке наших друзей из фона. И по волшебному слову БРО вы получаете до 15 тысяч бонусов, которые можно получить без депозита. Ни рубля не нужно, чтобы получить 15 штук. Представляете? Переходите по ссылке в закрепленном комментарии и делайте, что там написано. А мы... Кто должен рассказать о прогнозах, как не я? Мы переходим к прогнозам на ближайшие матчи. Иван, у каждого из нас есть своя команда. В течение сезона мы соревнуемся в прогнозах. У нас есть свои банки. Изначально там было по 100 тысяч рублей. Сейчас у кого-то больше, у кого-то меньше. И ты сегодня представляешь команду гостей. Кстати, каждый из зрителей может вступить в одну из наших команд в Телеграме. Команда, победившая в итоге, разделит куш внутри своей банды. Ну а прогнозы гостей. Сегодня с меня, Иван, ты сможешь оценивать, правильно я поступаю или нет. И советовать на что-нибудь. Поехали. О, окей. Да, я просто напомню, что в банке сейчас я лидер. Мне очень нравится говорить эту фразу. Это немножко повышает мою самодостаточность до тех пор, пока я не начну проигрывать. Это обязательно произойдет. 122 тысячи 620 у меня, у Кости, которого нет. И возможно, он именно поэтому уехал. Вместо Кости сегодня Федя дает. Давайте возьмем его деньги. Давайте возьмем деньги, потому что у Кости 72 тысячи 650. У гостей 95-200. И Тимур уже приближается ко мне. Это потому, что я не угадал ничего в прошлые выходные. 119 тысяч 550. И у нас Зенит-Спартак. Победа Зенита 1,6. Ничья 4,20. И победа Спартака безумные 5,20. Семь лет Спартак в РПЛ не побеждает Зенит. Ну еще семь не победит. Так, а что ты говорил? Итак. Ром, я ставлю первое. Давай. На Зенит? Ну конечно на Зенит, но не за руб 60. Я что-то придумаю. Я поставлю победу. Обе забьют и тотал больше двух с половиной, да? Нет, я поставлю, чтобы победить. Обезналичил в прошлом году. Подожди, посмотри, что он делает, а? Мне слова не дает сказать. Он не дает, он не дает. А он на месте Кости. А все. Что там какой-то китайский переводчик стоит в тебе, что ли? Я поставлю победу с Зенитой тотал больше. Так можно? Победу с Зенитой тотал больше? Победу с Зенитой тотал больше два с половиной. Так, очень возможно. Давайте это запомним. Сколько денег? 9550 рублей. Подозрительно точная сумма. А что, я кому-то что-то должен? Я вот и говорю, какая-то очередь. Что? А, ну все. А что ты подумала? Подожди, что ты подумала? Кому-то ты должен. 9550? Да. Хорошо. Ладно. Так, что ты говоришь? Просто Рома отвечал жене, он сейчас не слушает. У него что, у тебя батарейки сели или что? Нет, нет. Зенит победит и тотал больше двух с половиной? Да. Какой коэффициент? А индивидуальный тотал или нет? Нет, почему? В матче. Зенит победит и тотал больше двух с половиной, два двенадцать. Ну отлично, все. А, вот так, да? Да, все. И 9,950? Да, 9,950. Вань, что будем... Прошу прощения. Вань, что будем делать? Я вообще думаю, что Зенит победит, конечно же. На победу Зенита. Точный счет я могу сказать. Я бы хотела поставить на... Подождите, а вот если я в прошлый раз сказала 2-1, я теперь бесконечно не могу говорить 2-1, и они будут побеждать. Можешь. Я думала, это какая-то формула. Но нет. Знаменитая. 3-1 может быть? Нет, 3-1 не может быть в футболе. А у вас там в нашем футболе 3-1 бывает? В целом, все возможно. Может быть? Все возможно. Я думаю, может ничья какая-то, коэффициент или большой. Ничья? Мне кажется, обе забьют. Ну так... Ничья может быть в 3-1. А, ничья! Это не только 0-0. Я сейчас тут буду узнавать что-то о футболе. Что у нас? Ничья, ты думаешь, будет. Я считаю, все равно Зенит победит. Хочу, помоги мне, пожалуйста, с счетом. Как ты считаешь? 2-1? 2-1. 2-1 или 3-1? Ну, если 3-1 не может быть, знаешь, 2-1. Нет, может еще быть 4-1. 3-1 там есть став? 3-1 есть? 3-1 есть 12 коэффициентов. Я хочу на 3-1 поставить. Я ставлю на 3-1. 3-1. Блядь, если они сыграют 3-1, нам конец просто. Просто конец. Смотря сколько денег ставить. Она уничтожит нас в следующие полгода. Сколько денег. Ты же помнишь закон этой программы? Все безумное, что говорят здесь девушки, все сбывается. Нет, но 3-1 это не безумно. Если она сказала бы 1-3 полный спорта 2. Какая сумма-то у меня? Я еще не ставила деньги. Какую? Чуть меньше полугода назад Медведева и Ромашкина сидят. Мы тут что-то обсуждаем. Какие-то там угловые все дела. Они сидят вдвоем. Ну, давай ни тебе, ни мне. Ничья. И они играют в ничью. Шпица пришла. Мне нравится название Борусия. Давайте 10 тысяч на 6, на 8,5 коэффициент. Смотри, он никто на хуйню с лиги запоминает. Он даже вот эти истории как за свои выдает теперь. Ну что, мне надо определиться со ставкой, понимаете? Я привыкла, конечно, что за меня платят как бы мужчины. Я думаю, никто скидываться здесь не будет. Поэтому придет 3 тысячи. У тебя есть банк сумасшедший. Банк гостей. 95-200. 3 тысячи я поставила. На счет 3-1, да? Да. Все, 3-1. Нормально. Давай, Костя, говори. Я за Костю, да? Слушай, а какой коэффициент на счет 4-4? За счет 4-4 100. Ровно 175. А правда? Да. Правда? Ладно, давай, ничья с голами. Ничья с голами. Обе забьют и ничья. Ничья с голами? Ничья с голами. Ах ты мясно. Обе забьют. Да, я как раз из Питера. Какая сумма? Пятерочку? Костя бы так не раскидывал. Обе забьют и ничья знаешь сколько? 5-10. Отлично. Чокнут. Типа там непонятно точно, да сколько? Типа 5-10. Через 10. 5-10. Между, да. А ты что, Ром? А я ставлю, что в матче будет 2 или 3 гола за 2 ровно. Это в первом тайме будет 2 или 3 гола? Вообще, нет, нет. В матче будет 2 или 3 гола. После сбора все тяжеленькие. Что-то там 1-1, 1-0, 2-0 какие-то такие. Немного. Ваня откивает, он шарит с тяжелыми ногами выйти на Спартак-Зенит. Сколько ты ставишь? Ваня откивает, выйти на матч Спартак-Зенит, а он в каком образе тут выходит на этот матч? Судьей или что? На топовый матч. А, ну так давай. Итак, 5 тысяч рублей. 5 тысяч рублей, в матче будет 2 или 3 гола. Там 2-10, что ли, коэффициент? Только на один матч ставить? Нет. Итак, Динамо-Локомотив. Победа Динамо 2-25, ничья 3-60, победа Локомотива 3-0-5. И давайте я сразу озвучу, что придумали гости, за них определил чат. Гости тотал больше 2,5. 1,7 коэффициент и 5 тысяч рублей поставили гости. А вот теперь давайте выбирать за всех остальных. Выберем сначала за Костю, давайте. Раз у нас здесь нет, у нас будет коллективный. А так можно, да? У меня была, кстати, с Федей Смоловой все хорошо, он здоров, он будет играть. Ну, если он будет играть, то шансов нет. Гол Смолова, типа гол ворота бывшей команды, да? Я хотел гол, да, мне хочется поставить на гол Смолова, а он играет против Лок, просто свой бывший. Короче, я, в принципе, он сам на сборах последнюю игру не играл. Да, он последние две, по-моему, игры не играл. Я пойму и спросил. Ну, тогда... А ты можешь поставить, знаешь как, вместо Федя Смолова забьет Тюкавин. А есть именно такой прогноз, что вместо Федя Смолова забьет Тюкавин. Для тебя сделать, разработать для тебя. Компания Фуд для тебя специально такую ставку сделает. Захарян посетит матч. Да. Такая, да? Ну, давай... Да 2-2 наставить, я думаю. Да, ну это прям, может, прям вот читается. Это как Алина, Алина, 2-2, прям такой, прям много голов думаешь. Ну, Динамо такой футбол, мне кажется. А вы как сыграли с ними? 2-1 проиграли. Ну, первый тайм они хорошо играли, или вы первый тайм лучше? Да, я не знаю, да не, я думаю, мы получше играли. Да? По большему моменту футбол, да. Давай, не, я хочу, интересно, что, давай, будет пенальти в матче? Пенальти, да. Да, будет пенальти. Хорошо, посмотрим на то, сколько... Ну, короче, пенальти где-то около 4-х будет, наверное, может быть, 3,5 или что-то в этом духе. Сейчас пока нет этого. В РПЛ таких коэффициентов нет на пенальти. Есть. Меньше. Может, может. Меньше тройки всегда. Так, ну, а я поставлю все-таки, мне попросила моя команда, обе забьют, это было больше 2,5 и 7 тысяч, почему-то они так сказали. 7 тысяч сказали? На счастье, наверное. Еще 3-х коте я поставлю, 10 давай поставим. Чат сошел с ума. Вот. Федя, сколько ты денег поставил? 2. 2 тысячи рублей. Или 2 банка? Нет, 2 тысячи рублей. Я думала, я одна мелочусь. И я ставлю 5 тысяч рублей на то, что Динамо забьет до 30-й минуты. Коэффициент 2,55. 5 тысяч рублей. И он же находит эти таргаски. Все, вы это обсудили. Слава богу, потому что наша программа потихонечку заканчивается. Мы передаем привет деревне Виндиностров. Валь, спасибо тебе огромное. Это было весело. Надеюсь, ты нас понравилась. Надеюсь, ты к нам еще придешь. И... Все. Всем пока. Пока-пока. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Субтитры сделал DimaTorzok